Всем привет! С вами снова я, Илья, и сегодня мы будем смотреть обзор фильма Мир Юрского периода 2 от Александра Соколова. Да, мой любимый фильм. Я уже неоднократно вам говорил, что он мне дико нравится, но посмотрим, какое мнение сейчас у Сокола. Три, два, один. Киноблок. Приветствую, меня зовут Сокол, и я тут занят съемками нового выпуска Cinemagic. Догадайтесь, про что? Ни за что не... Про парк Юрского периода, поди. Не догадаетесь. Так вот, и подумал, почему бы здесь не снять вступление и концовку для обзора мира Юрского периода, часть 2. И снял? Поездка была тяжеленькой. Но слава яйцам динозавров, что я наконец-то вернулся. Хочу вас познакомить с интересным приложением. Называется Верб. Реклама. ...франшизами очень и у... азавров. Если брать в расчет три предыдущих фильма, то это пятый фильм серии. И похоже на то, что сиквелу полуремейка полуперезапуска, который в целом был принят зрителями очень и очень тепло в 2015 году, суждено повторить судьбу второй части оригинального фильма. Что с ней случилось? После мега успешного парка Юрского периода, спустя 4 года, вышло продолжение с подзаголовком «Затерянный мир». Мне лично фильм нравится, не подумайте. Его раскритиковали и критики, и зрители заявлены... А мне не особо он, если честно, нравится. Я смотрел «Затерянный мир» несколько раз. И мне он как-то не особо. Разве что динозавры не... разве что динозавры неплохие. ...сюжетные дыры и глупости. Этим же сейчас заняты многие зрители продолжения хита 2015 года. И это действительно так. Фильм ужасно глупый, клишированный и предсказуемый. Да, но все-таки в нем очень много хороших моментов. Например, очень красивая графика, крутой экшен, спецэффекты, персонажи очень даже неплохие и милая девочка Мэйзи, в которую влюбляешься буквально с первого взгляда. Плюс еще Индораптор. Он тоже классный. Нет, я не говорю, что предыдущая картина не была такой. Однако вместе с глупостями Мир Юрского периода дарил еще все то же, чем заслужила любовь, самая первая картина Стивена Спилберга. Кстати, ей исполнилось 25 лет в этом году. Так вот, Мир Юрского периода относился к динозаврам с восторгом. Они были опасны, но притягательны. Причем опасны они были не только для плохих персонажей, но и для положительных. Об этом попозже. То есть, динозавры не были предсказуемыми. А сколько детского восторга вызвало появление тираннозавра Рекса. Ух, лента еще и преподнесла его так вкусненько, будто вишенку на торте. Да и взаимодействие человека с Рапторами было чем-то новым и необычным. Да и выведенный в пробирке новый динозавр Индоминус Рекс тоже. Перед обзором я пересмотрел первую ленту, так что я знаю, о чем я говорю. Фильм, как по мне, все еще работает. Ну, мне больше нравится, как я уже сказал, вторая часть. Ну, а вторая же часть сделала самое страшное, что фильм про динозавров мог сделать. И это предсказуемо... И что именно? Представьте себе ни глупости и клише. В каждой части, даже в первой, было полно идиотерий. Самое страшное это сделать динозавров скучными. С чем... Скучными? Я бы так не сказал. Меня они, наоборот, очень даже веселили. Успешно справляется новая часть. Лент относится к ним, как к чему-то обыденному. Динозавры. Подумаешь, динозавры. И вместе с этим и зрители относятся к ним так же. Ну ладно, ладно. Возможно, в этом фильме будет крутой сюжет и персонажи, думал я. Увы, но нет. Персонажи никак не изменились в прошлого фильма. И никак не менялись в процессе картины. Да ладно. А Оуэн? Он после работы забил на все и стал жить в отшельничестве. А Клэр? Она в предыдущем фильме считала динозавров просто аттракционами и думала только о деньгах. А тут она кардинально изменилась и стала защищать динозавров. Более того, у них не было вменяемых мотивов, чтобы вообще ввязаться в приключениях с динозаврами. Местами они не дружили с логикой, а местами их сопровождала просто неимоверная удача. Но знаете, клэкастый динозавр, который в один икус переламывает человеческую ногу надвое. Главного героя при этом цапает зубами именно так, чтобы ухватить его всего лишь за штанину или за ботинок или за шнурок от ботинка. Ну это прям смешно. Ну и естественно наши главные герои легко переживают взрыв вулкана. Ну, кто бы сомневался. Да уж, вот тут-то я с тобой могу согласиться. Удобный уровень везения был и в первом фильме, и в остальной франшизе, если честно. Но почему-то это не выглядело так глупо, как здесь. Еще один существенный минус состоит в том, что впервые за всю историю франшизы фильм почти отказался от персонажей детей. Что? Ну то есть там есть, конечно, девочка лет 12, но она даже не персонаж второго плана. Она лишь предистепенный герой по кличке Сюжетный Твист. А ведь фильмы изначально ориентированы на детей. Именно через детей героев нам представлялся либо ужас перед доисторическими существами, либо восторг от них. И детишки в этих картинах всегда были умные, храбрые и важны для сюжета. Но не в новом фильме. Здрасте, приехали! С чего это ты взял, что Мэйзи в следующем фильме вовсе не такая умная, храбрая и важная для сюжета? И вот тут настало время... И вот тут настало время моих споров с тобой. Сейчас его тут даже коммент написал целый. А я бы так не сказал, ибо упомянутая тобой, Мэйзи, не третестепенная, как ты сказал, а скорее второстепенная, либо первостепенная. Также она умная, храбрая и важная для сюжета, а не наоборот, как ты сказал. Умная. Додумалась, как открыть запертую дверь изнутри. Храбрая. Сама карабкается по карнизу и по крыше. Важная для сюжета. Она по сюжету клон, и до конца ее историю не раскрыли. Да и вообще, для хорошего, на мой взгляд, фильма Изабелла Сермон очень даже подошла. Очень красивая, милая, веселая, талантливая. Именно за эти качества я ее и люблю. Эта девочка родом из Лондона. Настоящая актриса моего сердца. И именно благодаря ей я полюбил этот фильм, франшизу и даже палеонтологию. Вывод. Ты просто так нагло оскорбил мою любимую героиню. Все ее любят, комплименты с Валентинками шлют. А ты? Один посмел ее оскорбить. Я не твой хейтер, просто сказанные тобой слова дико меня бесят и расстраивают. Ну ладно, смотрим дальше. Герои первого фильма вернулись к первоначальному состоянию. Хотя в конце предыдущей ленты они явно сошлись. Пеценаж Брайс Даллас Говард вроде бы осознал о ценности семьи. А герой Криса Пратта решил, что нашел достойную девушку. Но к началу второго фильма все это отправлено на помойку. Героиня Ховард вновь одинокая, вновь строгая начальница, только на этот раз чего-то вроде Дина Гринписа. А Пратт опять играет совершенно крутого мужика, который живет своей жизнью и расстался с ней за кадром. А вдруг она вновь появляется и зовет его на дорогу к приключениям. То есть все настолько плохо, что они в буквальном смысле повторяют сцену из предыдущего фильма. Зачем так делать? Зачем обнулять персонажей, возвращая их к тому состоянию, в каком они были в начале первой картины? То есть в начале предыдущей картины? Создателям не хватило фантазии представить их вместе? Ну так я могу помочь. Представьте себе, Пратт, покупающий продукты в супермаркете, пока активистка жена борется за права вымирающих видов. Это было бы интересно, на мой взгляд. Ну почему нет-то? Героиню дальше могли бы, например, под каким-нибудь предлогом отправить на остров. А Пратт мог ее поехать спасать. Всяко лучше того, что нам показали... Да ну, если бы Клэр отправили на остров Пратт, а Оуэн за ней, то это была бы полная копирка затерянного мира. Ладно, каков здешний мотив, побуждающий их действия? На острове Ислан-Ублар, на том самом, где остались динозавры, проснулся вулкан. Бедных зверушек надо спасать. То есть, подвергнуть свою жизнь опасности, чтобы спасти тварей, которые легко могут убить своих спасителей, и которые вроде как вымерли, и все это ради гуманного обращения с доисторическими животными? Такое себе предприятие. Натянутость сценария аж прям звенит. То есть, поступок этот безумный. Безумный настолько, что персонажи выглядят как идиоты. Вменяем их причин для такого самого... Настоящим идиотом из всех персонажей является Кен Уитли. А главные герои, я бы не сказал, что они идиоты, но да, сюжет такой себе. Безумного приключения у них попросту нет. Как нет и эмоциональной вовлеченности в происходящее. Так как мотивы персонажей выглядят неубедительно. Я лично просто не смог поверить в то, что этих причин героям хватает, чтобы отправиться вот в это безумие. В прошлом фильме они просто делали свою работу. А потом старались сбежать с острова. И персонаж брата лично орал, чтобы вырвавшуюся тварь кончали без раздумий. А тут... Нет, не верю. Это неразумно. Так он говорил про гибрида. А гибриды не должны, как правило, существовать. А настоящие динозавры это уже другое дело. Но стоит отдать должное картине. Все кадры на острове со взрывающимся вулканом невероятно зрелищные. Ради этого стоит брать билет в Ваймакс кинотеатр. Мы как раз с мамой в Ваймакс кинотеатр и ходили в арене. Неплохой юмор? Что-то я неплохого юмора не видел. А, ну да. Стигимолох. Когда он аукционный зал рушил. Ну, а если говорить о человеческом юморе, то его я особо не видел. И неуклюже бегает. Но я бы даже так не смог, поэтому мне или толстяку его судить. Дальше начинается что-то типа ночи в музее, представьте себя. Герои сносятся от динозавров в гигантском особняке. А еще там есть русская мафия, гигантская тюрьма для монстров и куча карикатурных злодеев. При этом настоящие динозавры больше не страшные. Они не убивают кого попало, они просто милые и няшные зверушки. Милые и няшные зверушки. А как же злодеи в конце? Их освободившиеся динозавры убили. И Блю одному охраннику морду отгрызла. Плохих персонажей. Причем выжидают самого напряженного момента, когда главный герой вот-вот убьют или пленят. И вот в этот самый последний момент нападают на злодея из-за края кадра, подкравшись абсолютно бесшумно. Плохой динозавр здесь только тот мутант, который выведен в лаборатории. Он один-единственный стремится убить главных героев. Раптор же по кличке Блю теперь милый и безвредный ручной зверек, который впрягается за главных персонажей. Фильм вообще сместил свой вектор в сторону маленьких рапторов. Зверюга-мутант, например, тоже раптор, но только называется он Индораптор. И поэтому в фильме так мало экранного времени... Индораптор вообще это что-то с чем-то. Индораптор это вообще просто бомба. Мне он очень сильно нравится. Особенно страшно выглядит сцена, когда он к Мэйзи через окно пробирается. Я уже об этом говорил несколько раз. ...эмени у культового динозавра Шефа Колблюма, который за три минуты экранного времени, судя по данным кинопоиска, получил 18 миллионов долларов. Чушь, скорее всего, но кто знает. Также в фильме мало тираннозавра Рекса, что лично меня очень расстроило. Мне тоже не нравится, что мало тирекса. Рекси, ты куда подевалась? Забухала, что ли? В общем-то, тираннозавра действительно было мало. Но я не понимаю, почему? Куда выдели Рекси? Нужно больше. И завершает все это весьма сомнительная и спорная мораль. Эти милые животные должны жить. Ну надо же. И не важно, сколько беззащитных людей они при этом прибьют или сожрут. Да кого это вообще волнует, ведь у нас тут задел для еще одного сиквела. Картина сопровождается огромным количеством клише и тупости. Это было бы не страшно, если бы фильм увлекал. Но лично меня лента увлекла лишь финальным экшеном. И то только потому, что в техническом плане все сделано было от и до хорошо. Ну а в целом мне показалось, что это унылый проходняк, который, не спорю, невероятно зрелищный, повторюсь. Взрыв вулкана, экшен и динозавры показаны впечатляющим. Правда, фильм все еще демонстрирует динозавров так же, как в 90-х, но этим же самым успешно занимается вся остальная поп-культура. Все равно визуал это главный плюс картины. Можно сходить хотя бы ради этого. Однако всему фильму в целом я ставлю бронзовую металь. Жаль. А я бы ему либо серебро, либо золото поставил. Жаль. Кстати, спасибо моему подписчику Андрею Конько за то, что выступил у меня случайным оператором. Я обещал его упомянуть в ролике. Ну а с вами был Сокол. Высказывал свое личное мнение. Сходите в кино, составьте свое. Ну что вы ждете-то? Идите в кино. Пока. Ну пока, Сокол. Он нам высказал свое мнение, а я вам свое. Повторюсь. Я обожаю фильм больше не за динозавров, а за девочку. Да, как говорит моя бабушка, любовь не картошка, не выбросишь в окошко. У меня Изабелла даже на обоях стоит, если вы помните. Я даже сердечко пластилиновое слепил в честь нее. Ладно. Ну что? Составьте свое мнение в комментариях. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И помните, я люблю мир юрского периода за одну лишь девочку. Всем пока.